всем доброго дня мы сегодня продолжаем с вами говорить про алгоритмы парсинга сегодня наша цель является разобрать алгоритм early целиком прошлый раз мы с вами начинали с мотивировки того зачем нам нужен алгоритм early точнее какие абстракции у нас с вами в ней будут и мы в прошлый раз попытались построить гипотетическое дерево разбора для слова абэ абэ мы это успешно сделали и с вами заметили что у нас есть три вида операций первая операция это спуститься по дереву разбора вниз вторая это прочитать слова целиком а третье это подняться по дереву разбора вверх и смак мы с вами разобрали допустим следующую ситуацию что на самом деле все гипотетические деревья разбора мы можем зашивать в некоторые наборы ситуации вот эти вот но что называется у нас ситуациями вот на примере если мы находимся вот мы разбирали пример мы находимся в пятой позиции где-то в пятый момент времени мы с вами смотрели об мы находились то где тут а б а б но при этом мы находились правили и заводится sbs тогда мы с вами можем закодировать значит позицию точки где мы сейчас находимся в дереве разбора как позицию джит а здесь мы кодируем эту позицию когда это то где . у нас находится в у родителя почему это нам этого нам хватит потому что мы с вами говорили что dfs такая вещь рекурсивная и для эмуляции dfs чтобы вернуться из рекурсии dfs нам нужно подняться на один уровень вверх вот мы это говорили и давайте сразу скажем очень важный факт что далее везде вывод является левосторонним да это нам поможет в какой-то степень в доказательстве чтобы не морочь себе голову вот здесь на презентации есть пример опять же тут более простая грамматика у нас есть слово abc и нам нужно понять какое правило нам необходимо приклеить не терминал а но на самом деле что мы тут видим мы видим что когда мы предскажем правила из s выведем а b дальше и за нам нужно с вами выбрать позицию либо а либо c но для того чтобы ее выбрать нам нужно взять и прочитать следующую букву в слове мы не можем двигаться потому что нам нужна следующая буква да то есть после если посмотреть на дерево вывода то как можем двигаться если мы встречаем не терминал то можем спуститься вниз если мы встречаем букву мы можем прочитать букву прочитав при этом слова все целиком либо подняться наверх да но при этом нам нужно опять же прочитать какой-то не терминал и точку сдвинуть от этого не терминала вправо вот поэтому здесь ответ на данный вопрос является что мы должны выбрать правило из а следует а и она будет у нас выполнена при операции следующей операции сканирования вот и смотрите я тут назвал три абстракции они конечно не очень хорошие если вы их не поймете ничего страшного вот представьте себе мы с вами строим дерево собираем новогоднюю елку нового же скоро уже два месяца осталось а вот что нам необходимо нам нужен нужно 3 3 абстракции значит первая абстракция это наживитель что такое наживитель это мы по сути к одному дереву подвешено второе то есть у нас обычно когда мы елку собираем у нас есть крепление с которым мы по сути делаем защелку то есть ну прикрепляем сначала наживляем эту всю историю это мы будем называть раскрытие дерево пони терминалов вторая история это закрепитель что такое закрепитель это подтвердить что правило грамматики действительно подходит то есть вы собрали вы собрали уровень елки до обвесили ее игрушками и после этого вот все закрепляете то что у вас произошло по сути это если мы говорим в терминах системы контроля версии это так или иначе комит то есть когда мы подтверждаем те изменения которые у нас были и нам нужно 3 абстракция которая выберет вычистит все лишние деревья разбора я назвал шпателем вы проходите у вас буква не то выбираетесь сдираете дерево разбора которое было то есть вот мы с вами здесь показывали как работает шпатель в прошлый раз вот на самом деле это такие жаргонные понятия давайте сейчас их немножечко прошифруем вот но прежде чем мы это сделаем мы скажем следующее что важное замечание что из-за того что у нас вывод везде левосторонний да то если у нас из с выводится какой-то кайп последствий не терминалов терминалов и апси то фи это на самом деле буквы алфавита но почему потому что точнее смотрите если вот давайте вот так напишу сейчас свет уточню то есть смотрите у нас вывод левосторонний из с выводится фи апси при этом дальше у нас за один шаг из допустим нас было правило грамматики а вводится бета фи бета все если у нас картинка такая то фи принадлежит сигма со звездой почему это так потому что в левостороннем бери выводов если у нас был какой-то не терминал слева от того который раскрылся то мы его должны были раскрыть раньше вот к сожалению у нас это здесь не так вот это важное замечание которое нам с вами понадобится в будущем что здесь нет общались где вы сказали это здесь не она на презентации не так здесь еще типа нужно рассказать что еще за один шаг мы должны что-то сделать но иначе это вообще неправда вот теперь смотрите какие инструменты у нас есть опять же пусть у нас есть слова на входе и если у нас шаблон какой-то уже подходят то на самом деле у нас работает такая абстракция что из с мы вводим какой-то фи потом у нас находится не терминал а и потом находится psy то есть у нас с вами с потом у нас выводится картинка фи апси да но при этом и дальше мы с вами есть не терминала а за один шаг раскрываем альфа на бета да и мы находимся с вами в этой позиции тогда мы можем понять что существует такое и что у нас из фи выводится в префикс до этого символа но поскольку но так как у нас фи это элемент сигма со звездой то из этого следует фишки что фи у нас равняется в до этого символа частности вот и тогда мы с вами можем поставить точку из а мы вводим альфа бета и мы находимся позиции разбора здесь и тогда мы с вами можем сказать что мы дошли до некоторой позиции g и это значит тогда что из альфа мы вводим с вами под слово от этого символа до житого вот и чтобы эту абстракцию обозначать мы будем говорить следующее что у нас есть некоторая аль а которые которые находятся для каждого правила грамматики которые у нас выглядят вот так а альфа бета мы будем обозначать ситуацию это и она будет принадлежать множеству некоторым удержитому эта ситуация такая что выполнен некоторые свойства а я его сейчас напишу и мы с вами будем его детально доказывать потому что когда мы будем строить с вами алгоритм да мы будем его строить по-другому не так как есть то есть давайте напишу хотелось бы иметь вот так хотелось бы иметь и вну и вариант такое что существует некоторое дать скажем все что из с мы выводим в это а что у нас есть все уже в дереве разбора занята не 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 это вот это я картинку сейчас рисовал сейчас я просто поясню как это все перекладывается то есть я напишу это в формальных терминах то есть у нас получается выводится так и за один шаг у нас выводится вот такая композиция альфа бета все при этом из альфа будет выводиться у нас с вами и символы этого пожитой то есть это смотрите мы хотим иметь такой вариант ну который я описываю что мы прочитали символ то есть мы дошли до терминала а потом его раскрыли здесь фишка раскрывается в префикс слова от этого даже от нулевого до этого а альфа открывается следующий символ то есть хотелось бы иметь вариант да это что мы хотим а теперь нам нужно это все согласовать с алгоритмом который у нас был да пока что мы не согласовывали это все алгоритм давайте делать это значит это идея алгоритма мы про нее уже много раз поговорили все состояния с и позиция же будем хранить некотором может и которая будет называться даже ты вот поэтому мы на самом деле здесь пишем что мы а стрелочка альфа точка b и ты принадлежит даже тут же так на самом деле множество вот таких вот наборов можно чего просто у нас получается же больше либо чем не да то есть из а взяли какие-то первые буквы ну не за мы из альфа раскрываем то есть альфа то есть получается у нас такая вещь что из эски мы дошли до не терминала а при этом здесь раскрыли какие-то и символов а из ашки типа мы обработали символы от этого до житого можем обработать это разве не всегда выполняется они далеко не всегда если альфа порождающие то тогда не 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 тут важно то что какие альфа и бета написано здесь да то есть это прямо правило грамматики у нас правило грамматики вот он тут я определил ситуацию давайте просто сначала для каждого правила определим ситуацию вот таким вот образом а это определение да а хотелось бы чтобы у нас появлялись ситуации только такого вида давайте теперь нам нужно научиться получать ситуации именно такого вида для этого нам нужно с вами посмотреть какие действия мы с вами осуществляли вы дерево разбора вот смотрите первое первая операция вот это пример значит вот это вот дерево которое я разрисовала просто презентации сфиопси из а вводится альфа бета . стоит перед бет я буду показывать все деревья вот а слева будут писать правила и так смотрите первые правила а ну вот они раскрываются символ таким образом да и всегда давайте сразу скажем что из-за штрих мы добавляем правило из-за штрих в грамматику чтобы у нас не было никаких конфликтов это нам будет важно итак смотрите первая операция это шпатель на или операция скану дайте я напишу значит операция скан она у нас заключается в следующем что если у нас есть из а альфа . а бета а а и принадлежащие множество бежитым а и при этом выжитая равно а то мы по сути можем с вами сдвинуть позицию вы дереве то есть у нас из этого будет следовать что а альфа а точка бета и принадлежит даже даже т плюс один то есть мы позицию в точке в дереве двигаем направо соответственно у нас вот эта позиция будет меняться на единичку как это выглядит значит это выглядит вот таким образом дэв скан когда мы будем выполнять мы будем выполнять для множества житого а мы будем говорить фор а альфа а бета и принадлежащие даже тому и так сейчас пусть вот это у нас с вами будет выжито и выжитое равно равно а то мы будем с вами писать следующее что в даже т плюс один мы добавляем с вами а ничего не видно вот такую ситуацию то есть когда я пишу вот этот вот вывод это означает что мы в этом множество добавляем эту ситуацию договорились вот то есть когда я пишу принадлежность мы добавляем это может а дать потерь кстати а я дерево не показал ну тут дерево не показан то есть просто мы сдвигаем позицию так со сканом разобрались разобрались да ну по сути она этот визвик вправо которым теперь дать следующая операция операции предикт а смотреть что делаем пусть у нас есть какой-то не терминал ситуация перед которым не терминал у нас с вами и принадлежит дежит ему а и пусть у нас есть правило грамматики из бы выводится гамма тогда мы можем с вами для них в множество дежит и добавить эту новую ситуацию то есть ставить картинку посмотрим как она будет выглядеть я тут разрисовал я надеюсь не ошибся да смотрите чтобы было видно вот у нас из штрих выводится фи апси причем фи это у нас первые символов а аль а раскрывается в некоторую альфу это символа от этого до житого а из бэшки у нас выводится гамма гамма это правило но смотрите нам нужно посмотреть сколько символов мы обработали до родительской точки то есть до вот этой точки это первые же символов поэтому сюда пишем джитое а и здесь нам надо посмотреть сколько символов мы обработали до этой точки но поскольку здесь мы ничего не раскрыли то здесь опять же получается же символов у нас поэтому здесь джи а здесь принадлежность тоже джитое это предикт как это кодится это кодится следующим образом мы берем перебегаем пробегаем по всем правилам такого типа пробегаем по всем правилам грамматики и добавляем множество вот вот эти элементы новые ситуации то есть это два фара внутри которых что-то происходит мы же добавляем туда же откуда берем да да ну надо трекать типа была ли это вершина или не было ли было ли было ли это ситуация в этом множестве или нет вот прийти к такой ну я специально хотел показать картинками нам нужно будет просто с вами потом эти операции поэтому их выписываем на доске теперь операция комплит или закрепитель как мы его назвали в чем она заключается смотрите пусть у нас с вами уже была операция b стрелочка гамма точка к принадлежащие джитому да то есть эта ситуация как раз подъем по дереву вверх вот тогда нам нужно найти ситуацию которая по сути позволит поднять нас на один уровень выше эта ситуация такая выглядит так альфа b бета и и принадлежит джитому да заметь что вот здесь к совпадает с этим к тогда из этого можно будет сделать вывод что мы давайте добавлять в множество джита вот такие вот так ой кажется я тут не дописал давайте допишем альфа бета . бета и принадлежащие джитому вот давайте картинку посмотрим вот картинка значит смотрите давайте внимательно осмотрим мы закрыли с вами правило b гамма которая выводила символа от катого до житого при этом здесь мы слева выводили от символа от нулевого до катого но мы берем правило по которому мы можем с вами пытая пытаемся закрыть это дерево это правило из а следует альфа . бета бета да причем здесь вот мы понимаем что до этого вывели символы от нуля до этого а здесь мы вывели символа от этого до катого да поэтому когда мы сдвинем точку сюда вот сюда гипотетически поставим да то здесь мы прочитаем символы от нуля до житого поэтому здесь даже это а в родительской вершине да мы прочитаем уже символы только от нуля до этого поэтому здесь ставится и т понятно ли операция complete что делает ну вообще давайте по всем трем ситуациям пройдемся по всем трем правилам по скану по предикту и по комплиту понятно хорошо давайте тогда двинемся дальше значит теперь надо в этом алгоритме поставить стартовую точку и конечную точку смотрите старт стартовая позиция будет такая из с штрих выводится . s 0 принадлежность д 0 то есть смотрите мы находимся в штрих у нас . родительская здесь мы начинаем двигаемся в с . то есть мы никакое слово не обработали при этом у родителя тоже никакой префикс не был обработан вот теперь давайте подумаем какой у нас будет финиш давайте я нарисую картинку финиш хочется иметь такого типа что мы обошли все по дереву и у нас . оказалась здесь как мы это можем закодировать с вами давайте я подскажу чуть-чуть а мы индексы проставим с штрих здесь у нас выводится с . здесь надо понять индекс какой принадлежность чему первый индекс он про родители говорит да 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 длина слова w потому что здесь мы хотим вывести на слово целиком поэтому все силы у него должны быть работ вот это стартовые финишные теперь нам надо все объединить все объединить наш алгоритм как мы это делать будем ну смотрите это алгоритм эрли в первом приближении как работает значит смотрите вы множество до 0 тут псевдокод на полу питоне значит смотрите что мы делаем мы говорим что до 0 состоит из первых из одной ситуации штрих стрелочка . с , 0 потом мы пока до 0 меняется выполняем операции complete и predict то есть пытаемся вот в нашем классическом примере в котором мы это делаем нам нужно получить все слова все правила затрекать в которой мы можем спустить точку вниз поэтому нам нужно вот эту вот опцию делать то есть пока до 0 меняется мы выполняем complete и predict а дальше мы делаем следующее мы перебираем все буквы условия выполняем операцию scan то есть сделаем сдвиг по букве и повторяем ту же самую историю выполняем complete и выполняем predict на самом деле операции порядок операции predict и complete не важно потому что они выполняются до тех пор пока он слов не имеется кстати смотрите важное замечание говорил Руслан что при операции predict и при операции complete у нас меняется только множество дожитая относительно которого мы смотрим правила поэтому когда мы выполняем операцию complete и predict мы можем возвращать то же самое множество просто в него добавлять некоторый элемент вот и в конце концов нам нужно будет проверить действительно ли действительно ли у нас ситуация штрих стрелочка с точка запятая ноль лежит в множестве d от длины слова w вот такой вот алгоритм контрольный вопрос почему у нас эти циклы не превращаются в цикл while true всего конечно да количество ситуаций конечно их можно посчитать для каждого правила грамматики для каждой у нас во первых индексы и и и же они конечно да они ограничено длиной слова во вторых количество точек где мы можем поставить правила грамматики оно тоже является конечным. Более детально посчитаем ближе к концу занятия, как это все работает. А теперь смотрите, вот такое замечание, которое я хочу в алгоритме Эрли сказать. Давайте мы с вами посмотрим, что на самом деле у нас есть. У нас есть некоторые правила, ситуации, которые добавляются в некоторое магическое множество, каким-то непонятным образом. Кажется, они более-менее интуитивно работают. Но теперь, чтобы доказать корректность этого алгоритма, нам нужно, по сути, с вами доказать, что вот эти множества, вот эти операции по этому алгоритму удовлетворяют как раз этому соотношению. То есть снизу у нас просто набор ситуаций, каким-то образом добавляющийся, а здесь у нас с вами хотим иметь вот такой вариант. Поэтому нам нужно доказать эквивалентность. Вот такой вот. Смотрите, а можете еще раз прокомментировать тот инвариант? Там вот из А выводилась альфа-бета? Да, вот он. Давайте, вот он как раз тоже инвариант. Вот он прямо на экране. Сейчас его покромить. Сейчас, а как мы в ситуации, что нам нужно доказать? Мы уже непонятно. Смотрим. Значит, что нам нужно доказать? Вот, допустим, у нас вы правили, в алгоритме Эрли появилась вот такая вот ситуация. Да? Вот по вот этому алгоритму. Вы какой-то момент времени алгоритму. Тогда нам надо доказать, что он появился не сбоку припелку, а именно по вот такому соотношению. Что у нас существует φ в Си, принадлежащее n объедините сигма со звездочкой. То есть вот этот вот инвариант, который мы хотим соблюсти в нашем алгоритме. Такое, что из φ выводится В от 0 Пси, ой, 0 И. Ну, мы сказали, что в левосторонний случай, в левом стороннем случае это просто у нас с вами φ равно В ИТ. Вот. Дальше у нас что? Из альфа выводится символы сытого пожитой. И у нас здесь вот такая цепочка. Из Пси выводится φ от Пси. Дальше за один шаг мы выводим φ, альфа, бета, Пси. То есть если... Еще раз. Если у нас появилась вот такая вот ситуация в ходе алгоритма, она могла появиться в том и только в том случае, когда выполнено вот это вот соотношение. То есть как раз вот тот самый ин-вариант, который у нас с вами получался с деревом. То есть у нас... Я не помню, есть картинка у меня. Нет у меня картинка. Давайте нарисую ее. То есть у нас φ А Пси. Здесь альфа, бета. Здесь точка. Из этой штуки у нас выводится слово И. слово ИТОВА ДОЖИТОВА. А здесь у нас выводится слово с нулевого по ИТОВА. То есть что наше... Мы по сути доказываем, что наш алгоритм согласован с той концепцией дерева вывода, которую мы хотим. То есть это у нас согласование. Давайте я вот тут напишу. Появилось в ходе алгоритма. Понятно, что утверждает Лемма. Типа на из картинок деревьев переводят в ситуацию. Да, да. Именно так. Изначально может показаться, что этот факт очевидный. Но на самом деле этот факт вообще не является очевидным. Поэтому давайте мы его начнем доказывать. Доказывается он в обе стороны индукции. Итак, поехали. Значит, первое, что мы с вами докажем, это доказательство слева направо этого факта. То есть мы говорим с вами следующее, что давайте мы... У нас есть А стрелочка альфа точка бета, и т принадлежит до джи т. И мы хотим показать, что у нас тогда есть тот самый вывод. Смотрите, будем делать следующую вещь. Индукция по количеству эффективных шагов в алгоритме. То есть, что такое эффективный шаг в алгоритме? Это значит, что либо мы с вами делаем какую-то операцию scan, то есть у нас появляется операция даже плюс первая, либо мы выполняем операцию добавления в DEET нового элемента. В DEET у нас элементы добавляются при помощи операции scan, ой, при помощи операции predict или при помощи операции complete. Давайте покажем базу этой индукции, чтобы было понятно. База, значит, я давайте буду отменить параметр t, это время. Значит, что у нас происходит в моменте времени t равное нулю? Какая ситуация у нас с вами уже есть в нулевой момент времени? Да, у нас есть ситуация с вами, s трех, стрелочка, точка s, 0, принадлежная d0. Кажется, да, давайте посмотрим. Да, дальше мы с вами доказываем это. Вот, база индукции, да, вот такая вот. Ну, давайте теперь посмотрим, что это означает. Нам нужно попытаться переложить это на этот язык. Тогда у нас получается, должна быть картинка такая, что из s штрих у нас выводится, а фи, s штрих, psi, хотим. Дальше за один шаг у нас раскрывается фи, s, psi. При этом скажите, вот если у нас происходит вот такая вот штука, то фи чему равняется? Пустому слову. Да, фи равняется пустому слову. Это v, можно так обозначать, двоеточие 0. Да, и смотрите, тут очень тонкий момент, который хочется рассказать. На самом деле, давайте вот так обозначу его. Вот это в нашем случае будет бета. Вот видите, а стрелочка альфа точка бета, бета. А альфа равняется пустому слову. Да, теперь мы собираем, что это такое. То есть это у нас тоже будет v от нуля до нулевого. В итоге у нас получается, что из s штрих мы выводим фи. h3, psi. Давайте, нет, давайте лучше не так сделаем. Я просто покажу. Значит, время, что у нас с вами. Фи выводится v0, psi. Сейчас. Сейчас. Существует фи, равное пустому слову, равное v0 нулевому. А альфа тоже epsilon равно v0 нулевому. Вот. И у нас в итоге получается аналогичное дерево вывода. Только оно у нас будет с вами выглядеть вот таким вот образом. e' v' v s. Ну, мы так можем вывести. Но на самом деле мы можем сделать эту штуку такой, что из s штрих мы выводим с вами, внимание, тут сейчас может взорваться немножко мозг. epsilon, s штрих, тут epsilon. Здесь у нас выводится epsilon, epsilon, s, epsilon. И в нашем случае вот это у нас альфа, а вот это у нас фи. Да, и в итоге у нас все идет согласование. То есть вот это у нас с вами v0, а вот это v0. понятно ли это? Если непонятно, вопрос задавайте. Да, тут надо тонко расписать. Значит, теперь давайте делаем, будем делать с вами переход. переходы сделаем тремя, три варианта нам надо разобраться. Как у нас появилась ситуация. Значит, у нас а стрелочка альфа, точка b и t принадлежит джит, я могу появиться тремя способами. Первое, это scan. Второе, это при помощи операции predict и третье, при помощи операции complete. Поехали разбирать эти три случая. Значит, первый случай, это операция scan. Тогда смотрите, что мы с вами можем сказать. Тогда мы говорим, что альфа, это у нас некоторая альфа штрих, умноженная на символ а. Да, потому что мы эту штуку должны были продвинуть. При этом, у нас получается следующее было. Альфа, точнее нет, из а выводилась альфа штрих, точка, сейчас, не выводилась только. У нас была ситуация альфа штрих, точка альфа бета и принадлежит джит минус 1. Ну, потому что мы должны были получить с вами правило а стрелочка альфа штрих, точка бета и принадлежит джит. Тогда по предположению индукции мы получаем с вами следующую вещь. из альфа штрих мы выводили в точка и альфа штрих мы выводили в точка и альфа штрих альфа штрих альфа бета и принадлежит джит. При этом альфа штрих у нас выводит символы слова с индекса и по джи минус 1. Это все чисто из предположения индукции у нас с вами выполняется. Да? Тогда что мы с вами можем сделать? Давайте я еще тут напишу, что vg тогда равняется a. vg минус 1 равняется a. Тогда из альфа штрих а у нас выводится символ уже с итого до джитого. Ну, а это то же самое, что из альфа у нас выводится v и т джитая. И что у нас получается? У нас получается с вами, давайте я сейчас буду подчеркивать важные факты. У нас есть вот эта вот штука, да, и у нас есть вот эта штука. А вот эта штука у нас и так или иначе тоже равняется v. Так, давайте не буду громоздить. Давайте я вот тут напишу, что за 0 символов и обведу вот эту вот штучку. Ну, за 0, потому что мы это ровно то же самое. За 0 раз мы выводим v и т альфа-бета-пси. То есть, таким образом мы с вами вариант оказываем. Да, вот он. Давайте я буду, чтобы он у нас висел. Вот он. То есть, как раз у нас получается vg-т альфа-бета-пси раскрывается. Из альфа выводится от итого до житого, а из фи у нас выводится от нулевого до итого. Ну, значит, предположение перехода доказан для скана. Извините, а вы не могли бы строчку написать, как из лемы? Это не очень понятно сейчас. А, давайте тогда это. Да, это то же самое, что фи альфа-бета-пси. Вот так. А какую строчку? Если ты подскажешь? Ну, которым нам нужно доказать, который внизу лем. А, ну, а, хорошо. Нам же это нужно. Да, ну, мы получаем эш-штрих, выводится фи-бета-пси. Это выводится v нулевое и а-пси. А вот это у нас выводится как раз фи-альфа-бета-пси. Но при этом это у нас от итого до житого, да, а вот это у нас от нулевого до итого. Ну, вот они как раз у нас тут вылетают. Что из альфа у нас выводится v и житая. Ну, а фи оно и так и было. И фи у нас так выводилось, с нулевого до итого. Вот. Это скан. Если непонятно, задавайте вопросы. Давайте дальше тогда двигаться. Давайте двинемся с операцией предикт, разберемся. Итак, операция предикт. У нас появилось вот такое вот свойство. У нас с вами а-стрелочка альфа-бета и т-принадлежащие даже этому. Что из этого мы с вами можем сразу сказать? Альфа заканчивается на нетерминал? Больше даже. Мы про альфа больше можем что-то сказать. Замечу, что предикт... Возможно, перед этими терминалами только были буквы. Типа, все это буквы и потом один нетерминал. Нет, даже более того. Давайте напомним, что такое операция у нас с вами предикт. Во. То есть у нас появляется вот такое правило, такого вида. Я даже больше... Мы можем точно указать, чем уравняется альфа в данном случае. Смотрите. Пустое слово. Ну да, альфа – пустое слово. И при этом и равно ж. Вот это мы точно можем знать. Но, при этом смотрите. Существовало. Это важно. Какое-то К. И такая существовала К. И ситуация. Видо. Давайте я напишем как-нибудь так. К. Стрелочка. Гамма. Точка. Альфа. Дельта. К. Принадлежащая ДЖитому. Ну, потому что при помощи него мы с вами смогли вынести этот. Альфа-стрелочка точка бета. Да, на самом деле, вот из этого мы можем написать, что это штука более простая. Что это из альфы у нас выводится точка бета, Жи, принадлежащая ДЖитому. Вот. То есть, применяя вот эту вещь и вот эту вещь, и правило А стрелочкой бета, в грамматике мы получаем такую вещь. Тогда, смотрите, по предположению индукции мы получаем, что из S' выводится V от нуля до катого, B, Пси. Заметь, что у нас тут катая. И из B за один раз мы раскрываем с вами V, 0 катая, гамма, альфа, дельта. Причем из гаммы выводится у нас с вами слово от катого до джитого. Угу. Теперь продолжаем. Раскроем еще один раз эту вещь. Тут мы не будем с вами говорить, что у нас с вами левосторонний вывод, а попытаемся раскрыть... Не, не будем говорить. Давайте раскроем все не терминалы гамма. Раскроем все гаммы. Тогда у нас получается с вами... Смотрите, что. У нас получается V, 0, K, V, K, G, A, дельта. Мы их должны раскрыть, потому что у нас вывод левосторонний. И дальше за одно правило грамматики мы теперь можем с вами раскрыть A. Мы получаем V, 0, G. Давайте я поставлю сюда эпсилон, бета и дельта. Вот это напоминает, что у нас с вами альфа. А куда A большой ушло? А большой раскрылась по правилу A, стрелочка, бета. У нас A, стрелочка, бета – правило грамматики. Напишу, что по правилу A, стрелочка, бета. Ну и что мы с вами получаем? Мы из этого получаем, что из альфа выводится V, G, T, G, T. А вот эта вот штука, это как раз у нас говорит маркер символа G. Вот она. То есть давайте еще раз посуммирую. То есть что мы хотим? Мы хотели следующий факт, что если у нас из а выводится точка бета, G, T, принадлежит D, G, T, то существует такой вывод. Из A штрих мы выводим V, 0, G, T, A, Psi, а здесь выводится для некоторого A, Psi. А здесь у нас получается выводится V, 0, G, T, B, B, T, Psi. Ну вроде получилось то, что мы хотели. Да, вот она, V, 0, G, T, Epsilon, здесь все, здесь Psi. То есть эту штуку мы тоже с вами доказали. То есть тут смотрите, идея какая. Мы просто берем, аккуратненько перекладываем то, что получается после каждого шага алгоритма. Так. Давайте комплит. Да. Да, мне можно просто. Давай. То, что нужно было доказать. Там было три штопора. Да, 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 мы только, смотри, давай сразу скажем тогда. Да, тут три штопора. Да, я просто, один из них, он по факту не нужен. То есть мы можем вот этот штопор нафиг выкидать. Да, понятно. Вот, ну вот. Хорошо. Давайте к комплиту двигаться. Значит, третье. У нас появилась А, стрелочка альфа, точка бета. Бета и принадлежит даже после комплит. Тогда утверждается, что альфа, альфа равно, альфа штрих на некоторые бета. Да, потому что мы должны были вывести. И при этом, что у нас было? Тут очень важно. Значит, смотрите, у нас получается А, стрелочка альфа, штрих, точка, бета и т принадлежала Д к атому для некоторого К. А из бета у нас выводилась некоторая гамма-точка, катая, принадлежащая Д к джитому. Опять же, давайте покажу операцию комплит, чтобы она была... Вот. Вот она. Видите, то есть, чтобы вот эту точку передвинуть, которая у нас здесь появляется, нам нужно как раз снизу вверх подняться. Поднимаемся здесь по символу К, получаем вот такое вот соотношение. А теперь нам надо все аккуратненько расписать. Значит, смотрите, что мы хотим. Мы хотим показать следующее, что у нас из-за штрих выводится В нулевое И, А Пси. И из этой штуки у нас выводится с вами В нулевое И, Альфа, Бета, Пси. А вот из этой штуки выводится В от этого до житого. Ну, поехали смотреть, что мы можем написать в предположении индукции. Сначала напишем, значит, что у нас из-за штрих выводится... Пишем для вот этой вот штуки. Давайте я ее подчеркну. Из-за штрих у нас выводится, значит, Фи. Ой, не Фи, давайте. Позицию у нас В нулевое И. А потом у нас выводится с вами А. И выводится некоторая Пси, которая за один шаг у нас раскрывается В нулевое И. Альфа штрих, Бета. Б, Си. Я специально пишу зеленым цветом, чтобы было понятно, что у нас вот этот П. При этом Альфа штрих выводит В от этого до катого. Теперь мы смотрите, что с вами пишем. Потом у нас идет... Пусть это будет у нас с вами фиолетовый цвет. Воскрываем вот эту вот вещь. Здесь, опять же, раскрываем все Альфа штрих. Раскрываем Альфа штрих. Получаем, что здесь у нас В 0 И. Здесь у нас получается Альфа штрих раскрывается В и К. Бета, Б, Си штрих. И дальше за один шаг, используя правило, которое у нас подсвечено фиолетовым, мы получаем, что у нас В 0 И, точнее В 0 К. Здесь у нас получается с вами гамма, Бета, Пси. Да, и из предположения индукции у нас получается, что из гаммы у нас выводится В, К, Джи. Давайте теперь собирать все детально, потому что тут уже тонкая материя. Вот смотрите, вот это у нас есть. Изо штрих В 0 И А Пси. Дальше мы раскрываем и хотим понять, что из Альфа штрих у нас выводится В и ЖТ. Почему Альфа выводит В и ЖТ? Давайте отвечать. Смотрите, Альфа у нас это что? Это у нас Альфа штрих В. А что такое Альфа штрих В? Из ВТ у нас выводится гамма. Альфа штрих гамма. Из Альфа у нас выводится И, КТ. А из гаммы у нас выводится К, ЖТ. Ну и получаем, что это В и ЖТ. Ну, вроде получили то, что хотели. То есть тут двойной переход индукции, после которого мы склипаем то, что хотим. Ну, по идее, мы доказали с вами переход в одну сторону, доказав предположение по индукции. Так, я вас не кокну? Ну, хорошо. Тут формальная индукция, вот просто ее нужно переварить и воспринять. Так, ну, товарищи, теперь начинается самая сложная вещь. Доказать в обратную сторону. Давайте я выпишу еще раз, что мы доказываем. Мы хотим доказать, что если у нас есть такое дерево вывода. В, 0 и, А, Пси. При этом за один шаг у нас выводится В, 0 и, альфа, бета, Пси. То, что мы хотим сказать? То, при этом, скажем, что из альфа у нас выводится В, И, Т, Ж, Т. То у нас ситуация из А выводится альфа, точка Б, и принадлежитие ДЖТ появится в алгоритме. Смотрите, тут индукция нетривиальная, и нам нужно ее с вами оговорить. Значит, обозначим количество шагов. Вот это за ГА, пусть это К, а вот это за Л. Индукция по К плюс Л. То есть, считаем количество шагов, за которые мы раскрываем все необходимые, значимые вещи, которые у нас есть. Давайте базу проверим. К плюс Л равняется 0. Из этого будет следовать, что К равняется 0, Л равняется 0. Тогда, только тут S-штрих у нас. Тогда, смотрите, что у нас получается. S-штрих выводится. S-штрих. Ну, за 0 шагов мы можем вывести S-штрих. Здесь у нас V0I. Здесь у нас Пси. Из этого следует, внимательно, если посмотреть, то I равняется 0, а Пси равняется Эпсилон. Потом, за один шаг, мы раскрываем эту всю штуку как альфа-бета. Нет, смотрите, за один шаг, из-за штрих, что мы можем раскрыть? Мы из-за штрих можем раскрыть S, потому что у нас есть только из-за штрих, правило, что из-за штрих выводится S. То есть у нас получается с вами, внимательно смотрим, S. Так, сейчас. Давайте я вот так обозначу. Эпсилон S. Ну, мы можем обозначить то, что находится перед этим. И смотрите, что у нас с вами получается. Вот это в нашем случае пусть будет альфа, а вот эта штука у нас будет бетой. Но поскольку у нас вывод левосторонний, то мы сначала должны обеспечить раскрытие альфа. Так, давайте я более аккуратно напишу. Вот так вот. Вводится альфа, бета за один шаг. При этом альфа за ноль шагов должна вывести слово какое-то V и житое. А альфа, бета – это S. Мы это знаем. Смотрите, из этого будет следовать, что альфа равно эпсилон, а B равно S. Что мы хотим при этом? Мы хотим, чтобы правило, какое у нас было в грамматике, в ситуациях, давайте смотреть. Значит, из S' вот S' вот это наш A, который равен A. выводил стрелочка альфа, которая у нас эпсилон, точка бета запятая I, которая равняется нулю, вот это S принадлежало даже тому, которая нулю. то есть, по сути, мы с вами говорим, что, иначе говоря, мы хотим, чтобы из S' точка S нулевое принадлежит до нулю появилось. А извините, это у нас старт. То есть, из того, что мы вывели от нуля до нуля, за, посмотрели, что мы раскрываем за ноль шагов, и дальше, какой вывод у нас раскрывает за ноль шагов, мы получаем, что это старт. То есть, мы в старте просто положили это множество до ноль. Понятна ли база индукции? Да. Теперь переход. Да, важный надо считать количество шагов в дереве грамматики. Сейчас мы будем делать. Теперь смотрите, переход индукции, я его тоже обозначил. надо посмотреть на последний символ альфа. Итак, пусть у нас альфа равно альфа штриха. Это первый вариант. Тогда мы должны получить операцию скан. Давайте смотреть, как мы это с вами будем получать. Значит, у нас получается с вами из-за штрих у нас выводится, давайте я буду так писать, за к шагов в ноль и а в си. Дальше у нас за один шаг раскрывается альфа штрих а б бета. Бета. И потом у нас с вами тут очень аккуратно. Значит, альфа за л шагов выводит в и джитое. вопрос. Альфа штрих за какое количество шагов выводит какое слово? А как а большое и альфа связаны? А большое у нас есть правило грамматики, а стрелочка альфа б принадлежит правилам грамматики. Ну, мы раскрываем его как раз, вот он, то есть мы пишем, что вот оно, вот у нас факт, то есть, что из а за один шаг мы альфа бета раскрываем. Смотрите, я утверждаю, что нам требуется на одно правило меньше в и символ на один меньше. Угу, ну, потому что нам не нужно последнюю букву раскрывать. Или подождите, или тоже за л. Сейчас, давайте подумаем. За л или за л минус один шаг. Ну, вроде за л. Да, тоже за л. Мы не раскрывали. Угу. Да, тоже за л шагов у нас выводится в и же минус один. Угу. И тогда что у нас получается? Давайте, давайте склепывать эту всю вещь. Тут нужно, возможно, что чуть-чуть надо уточнить индукционный переход. получается, вообще хочется сказать, хочется, что из предположения индукции мы можем сказать, что у нас было правило А стрелочка альфа точка А бета и принадлежит DGT минус один. Хочется сказать, что у нас будет такое. давайте, давайте сейчас сообразим. А когда это у нас, когда вот такую штуку мы можем получать из предположения индукции? Немножко дедуктивный метод. Получается, что у нас с вами из-за штрих выводится V нулевое G V нулевое I A Psi. Дальше за один шаг у нас выводится V нулевое I альфа штрих A бета Psi А из-за альфа штрих у нас выводится V и G минус один. Мы знаем, что вот эта штука за K шагов выводится, а вот эта штука за L шагов выводится. Смотрите, тут количество шагов то же самое получается. Да, то есть тут шагов K, а здесь шагов L. Давайте вот этот момент пока оставим. Вот, если у нас база индукции сойдется, то окей. то есть пока что оставим этот момент, чтобы у нас он был каким-то вот таким тонким местом. Если что, я потом дорасскажу, как его доводить. Второй случай, который у нас есть, это альфа штрих A. Давайте пусть это будет альфа штрих B, потому что это некрасиво. Смотрите, альфа штрих B. Тогда смотрите, что у нас с вами происходит. У нас из S выводится сока шагов V0I A Psi. А здесь у нас с вами за один шаг выводится альфа штрих бета Psi. И дальше у нас с вами из альфа штрих бета должно вывести слово отитого до житого элемента. Да? Ну, значит, существует гамма, причем это за ль шагов. Такое, что из альфа штрих у нас выводится слово отитого до катого. Давайте за m шагов. А из бета за n шагов у нас выводится слово от катого до житого. Причем, что важно сказать, что m плюс n равно L. То есть у нас здесь выводится V и т катая а здесь у нас выводится V катая житая. то есть почему существует такой гамма? Это из индукции или из чего-то другого? Взяли. Смотри, да, спасибо. Значит, мы бета, я, это, оговорка по Фрейду. Смотри, давай вот так напишем. Да, это вообще не из предположения индукции даже, а больше даже следует из того, что мы бета как-то раскрыть должны были. То есть за один шаг мы раскрываем гамму вот, и за получается n-1 шаг мы из этой гаммы получаем V катая житая. Вот так. То есть вот это у нас за один шаг гамма, а здесь у нас V катая житая за n-1 шаг. тогда тут надо очень-очень аккуратно. Смотрите, что у нас получается. у нас получается, что давайте считать количество шагов. Из S' выводится давайте посчитаем за какое количество шагов у нас выводится слово V и T V 0 K T K T B C Смотрите, вот эту штуку мы выводим за K шагов, вот эту штуку за один шаг, а вот эту за штуку за M шагов. Поэтому здесь мы за K плюс M плюс один шаг выводим вот это соотношение. При этом дальше за один шаг мы выводим с вами из беты гаммы, а дальше за N минус один шагов мы выводим с вами V 0 K V K G гамма Пси. Опять же, смотрите, сумма шагов здесь такая же, да, но важно, давайте подчеркнем, вот я тут хочу подчеркнуть очень важный момент. Сначала индукцию давайте сделаем по L, а потом по L и по L плюс K. L и по L плюс K. То есть, если у нас шагов вывода из альфа меньше, то мы делаем предположение индукции. Если они равны, то выполняем по сумме K плюс L. Тогда смотрите, что у нас получается. у нас количество шагов становится меньше, здесь, а сумма при этом одинаковая. То есть, здесь у нас было K плюс M плюс N и здесь у нас K плюс M плюс N. И смотрите, что из этого мы получаем. Из этого мы получаем, что у нас есть бета стрелочка гамма точка так, сейчас давайте сообразим. Значит, у родительского K у нашего G TK принадлежит DG по предположению индукции. вот, так как N минус 1 точно меньше, чем L. ну, здесь мы требовали, там мы требовали L шагов, тут N минус 1. А теперь хочется сказать, почему еще, теперь давайте посмотрим на следующую вещь. A стрелочка альфа точка B бета и принадлежит D к атому. Почему это так? Так как альфа штрих только. Почему это так? Потому что, значит, префикс мы выводим за K шагов, а альфа штрих мы выводим за M шагов. Приводится за K шагов. А альфа штрих V и K за сколько? За M шагов. Тут как угодно можно сделать. Давайте скажем, что M меньше, чем L. Алло, вы меня слышите? Да, слышим, слышим. доска повисла. Вот смотрите, идея какая. Вот эта штука выводит за K шагов, эта штука за M шагов выводится. И в итоге M плюс K меньше, K плюс L. Из этого будет делать переход. А дальше, если у нас такое есть правило, есть такое правило, то по комплиту мы с вами получаем исходное правило. Ух ты! Ух ты, пес! Можно пока спросить? Да. У нас там был переход, когда мы из S штриха выводили полностью слово. У нас там был сначала K плюс M плюс один, потом еще один, и потом N минус один. Да. В сумме получается K плюс M плюс N плюс один. Нет, там K плюс M плюс N получается, там мы один не считаем средний, никогда его не считаем. Там индукция по суммарному количеству выводов из альфа в эту и из Z штрих в эту. Да, то есть вот эту единичку среднюю мы не считаем. Сейчас сможете сказать почему? Потому что, к сожалению, экран отлетел. Мы говорим, что количество шагов здесь такое и здесь такое. Здесь мы получаем K плюс M плюс один. Да, а здесь N минус один. Ну, в сумме К плюс M получается. И поскольку здесь N минус один меньше чем L заведомо, то мы классно. на самом деле давайте я сейчас тогда раз зависла в предикте ровно то же самое. есть нам нужно давайте идею расскажу. В общем мы смотрим когда у нас альфа это эпсилон, то есть никакой символа у нас не появляется. Нам нужно подняться наверх, посмотреть как это чудо-юдо родное могло у нас появится и дальше сделав индукционный переход сделать операцию предикт. Там количество шагов будет меньше. На единичку. Вот. А вот как починить операцию скан? Там нужно наверное будет сказать что-то в духе следующего. Давайте еще посмотрим там третий параметр в индукции ввести для того чтобы это вычислялось по сумме подлинения терминала вот этого правила альфи. Потому что там у нас как раз проблема возникла с тем что у нас суммарное количество в грамматике. Давайте я сейчас еще тогда буквально пару минут займу у вас. Доказательства мы добьем в следующий раз более точно. Теперь смотрите давайте быстренько оценим сложность алгоритма. Значит пусть у нас жесть суммарное количество правил грамматики P суммарная длина всех правил грамматики P давайте оценим количество операций скан предикт и конкрет который у нас выполняется. Смотрите первое давайте мы будем хранить дожитое в виде всех возможных ситуаций причем будем хранить его таким вот образом. То есть если у нас есть ситуация а стрелочка альфа точка xb и d принадлежащие дожитого то мы будем хранить его в некотором множестве которое состоит дожитое и x для того чтобы быстро быстро смотреть то что у нас находится справа после точки да это можно сделать а при этом мощность множества g мы можем посчитать как g плюс один умножить на количество правил грамм правы линсмар ну правил всех грамматики потому что точку мы можем поставить в любое место во всех правилах а и у нас не больше чем g поэтому у нас и прибегает значение от 0 до g их g плюс 1 вот теперь смотрите что нам нужно для того чтобы осуществить скан нам нужно пройтись по всем правилам в дожитом и символе а да и сдвинуть точку это делается за о от модуль g можно здесь написать даже количество правил грамматики вот предикт значит что у нас с вами в предикте получается давайте подумаем значит нам нужно найти в дожитом пробежаться по всем множествам которые здесь b то есть дожитая не терминал по всем пробежаться добавить новые правила это будет сверху о от модуль дожитого переходы мы же должны тоже перебирать нет какие а правила грамматики или мы только самые левые используем мы нет мы должны перебирать их все сейчас скажу почему это получается значит там там более тонкая там более тонкая настройка там все равно получается от модуля дожитого значит нам нужно пробежаться по всем правилам грамматики это от модуль g да и по всем dg tb тут возможно квадрат возникнет то есть но сразу скажи что модуль g это константа поэтому здесь все равно в сумме о длины слова получается то есть тут точная оценка будет о модуль g умножить на модуль дожитого но опять же нам нужно просто посмотреть и третье это комплит тут сложнее значит смотрите что нам нужно нам нужно пробежаться по всем правилам dj t доллар доллар от символ конца строки и по всем правилам dj b где b стрелочка точка гамма и принадлежит дж то есть относительно это верхнее правило в комплите а вот это нижнее правило в комплите да и тут надо посчитать аккуратно значит смотрите вот этих у нас правил будет у от модуля гамма то есть вот этих отдых это будет ну там сумма по всем и не больше чем джим вот здесь будет у от модуля гамма умножить на вот модуля значит смотрите как это получается от модуля в это переход еще перебор всех и а вот модуля гаммы это все правила которые заткнулись и здесь вот получаем что это от модуля дает и на модуль g на модуль в получаем от модуль g в квадрате на модуль в квадрате вот ну и в итоге смотрите что получается нам эту всю штуку еще нужно домножить на длину слова w потому что на самом деле мы рассуждали для определенного дожитого в итоге получаем что сложность у нас кубическая от длины слова но на самом деле если посудить так то тут можно доказать следующий факт что если грамматика является однозначный да то именно вот такая версия алгоритма при более точной оценки будет давать квадратичную сложность то есть по факту алгоритм эрли работает сильно быстрее чем алгоритм кока янгера косами вот но утверждение состоит в том что можно делать линейный алгоритм парсинга вот и к линейным алгоритмом парсинга мы с вами переберемся уже в следующий раз к сожалению доска нам не позволило довести доказательства вот давай о однозначной грамматика это что для любого слова есть ровно одно дерево вывода работает смотрите наши извините что я задержал вас наша цель будет доказать это это утверждение тут вообще остался предикт вот ну и и довести какие-то тонкие моменты в следующий раз мы уже с вами был говорить про так называемый лир алгоритм морально запасайтесь терпением но я постараюсь его рассказать проще чем классическим подходом он рассказывается значит те кто хочет следующую лекцию смотреть посмотрите как это как делали как делается детерминизация автоматов это нам поможет все извините давайте задавайте вопросы да надо осознать задавайте вопросы вот в общем можно в чате задавать по вопросам ссылку на доску оставляю ее можно комментировать ох мы идем значит youtube youtube спасибо всем